Всем привет! С вами Encrypted. В эфире традиционный еженедельный 76-й даже скрипта новостей, из которого вы узнаете, сколько нужно заплатить для того, чтобы стать соседом Snoop Dog'а в метавселенной. На комбалчине Ubisoft сделали свой NFT-маркетплейс. И во что втянули Коломойского. Да, ебать его, блядь, втянули на хуй, блядь, да хуй, блядь. Инфляция в США выросла на 6,8%. Это самый высокий уровень с 1982 года. Министерство труда заявило, что инфляция в ноябре выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного выше оценок индекса потребительских цен. Инфляция в стране ускоряется максимально быстрыми темпами и достигла самого высокого показателя с 1982 года. Инфляция растет, и биткоин становится все более очевидным способом захеджироваться от инфляции. Ну и MicroStrategy не изменяет своим традициям и снова купили биткоина. Компания MicroStrategy объявила, что приобрела дополнительно 1434 биткоина на сумму 82 миллиона долларов, по средней цене 57 477 долларов. И все это было в период с 29 ноября по 8 декабря. А всего суммарно на текущий момент компания принадлежит 122478 биткоинов. И на них было потрачено 3 миллиарда 660 миллионов долларов. На этой неделе в Конгрессе США прошли слушания по теме криптовалюты и будущее финансов. В Конгрессе США прошло заседание по теме цифровые активы и будущее финансов. Понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций в США. С участием представителей самых популярных криптопроектов США. Среди глав крупнейших американских криптокомпаний были CEO FTX Sam Bentman Freed, CEO Circle Jeremy Aller, CEO Paxos Charles Cascarilla, а также CEO Coinbase Alessia Haas. CEO FTX Sam Bentman Freed заявил членам правительства, что глобальная финансовая система уже устарела и не подходит для отправки денег. Криптоиндустрия может улучшить жизнь многих людей. Количество людей во всем мире, не имеющих доступа к банковским услугам, свидетельствует о несправедливости текущей финансовой системы. Криптовалюты потенциально действительно могут решить эту проблему, заявил Сэм. После встречи Сэм написал, что заседание оказалось весьма продуктивным. А вот в США с доступом к финансам все хорошо, потому что каждый четвертый американский инвестор держит биткоин в своем портфеле. Согласно отчету, опубликованному компанией Grayscale Investment, более четверти опрошенных американских инвесторов, это 26%, заявили, что уже владеют биткоином в той или иной форме. С точки зрения инвестиционного планирования, большинство рассматривает биткоин в качестве инвестиции, а не валюты, причем в основном на долгосрок. Также в отчете указано, что портфель 91% респондентов в настоящее время находится в плюсе. Принятие цифровых активов наблюдается среди всех возрастных групп, гендеров и уровней образования. Но в профите не только частные инвесторы, а и криптокомпании. За 2021 год появилось более 60 единорогов. Смотри на меня. Подставьте, блин, банку, нахуй, сейчас я заряжу ее. Согласно индексу криптоединорога от TheBlock Research, в этом году количество криптоединорогов выросло до 60, включая биржи, инфраструктурные и игровые компании. Термин unicorns, собственно, единороги, введен относительно недавно для компаний-стартапов, чья капитализация за короткий период превысила 1 миллиард долларов. FTX давно прошел стадию единорога и планирует привлечь еще 1,5 миллиарда... Миллиарда? Миллиарда. Миллиард. Казна пустеет миллиард. FTX давно прошли стадию единорога и планирует привлечь еще 1,5 миллиарда... Блин, что за хуйня? FTX уже давно прошли стадию единорога и планирует привлечь еще 1,5 миллиарда с оценкой в 32 миллиарда долларов. CEO FTX Sam Bankman Freed планирует привлечь 1,5 миллиарда инвестиций для FTX и американской платформы FTX.US. Благодаря новому раунду финансирования оценка компании может составить 32 миллиарда долларов, а FTX.US до 8 миллиардов долларов. В октябре FTX закрыли инвестраунд более чем на 420 миллионов долларов при оценке 25 миллиардов от 69 инвесторов, среди которых числятся BlackRock и Tiger Global. Ну, а мы хотим напомнить, что у нас есть отдельное видео о том, кто такой Сэм Бентман Фрид и о том, как он стал самым богатым криптоном среди тех, кто показывает свои доходы публично. Вообще дела у криптобирж идут очень хорошо, и в ноябре трафик вырос на 19%. Веб-трафик на криптобиржах в ноябре стал самым высоким с мая 2021 года. По данным SimilarWeb, в ноябре совокупный веб-трафик на криптовалютных биржах вырос на 19%. На первом месте по посещаемости занимает биржа Binance, и там 188 миллионов посещений за месяц. Американская биржа Coinbase прибавила более 18% за ноябрь и занимает второе место со 108 миллионами посещений. А больше всего подросли Gate, Crypto.com и MXC. И очень большую часть этого трафика дают мем-коины, потому что люди видят рекламу или какие-то упоминания и решают купить свою любимую мем-криптовалюту. Ну и для простых людей, для обычных, не криптонов, это один из самых понятных и простых кейсов. Потому что пишут и звонят люди, которые вообще не связаны с криптой, но они спрашивают, как купить доги, стоит ли еще покупать шибу, что такое флоки и так далее. Мы приехали в Турцию, всем дабл топом практически, и я ехал в худи Binance, я захожу, и мне чувак, о-о-о, ты вот здесь торгуешь и протягивает мне телефон с приложениями. Говорит, ну да, типа здесь. Говорит, а что, доги покупал? Я такой говорю, он доги, а, он говорит, я купил. Я говорю, ну и что, как, вроде же помпанулся, он говорит, нет. Я говорю, почему? Он упал. Он сказал, что будет расти, я говорю, кто сказал, Илон Маск? Говорит, да. Тебе, блядь, лично? Ну, видимо, чуваку лично позвонил Илон Маск, сказал, что будет расти и надо покупать. И таким образом, доги Коин вошел в топ-5 запросов Google в 2021 году. Google Trends опубликовали список самых популярных запросов Google в 2021 году. В разделе горячих новостей числятся DogiCoin и Ethereum Price, цена эфира. Занимает четвертое и десятое места, соответственно. А другой мем-коин, криптовалюта Floki, стала новым партнером футбольного клуба Спартак Москва. Партнерство будет включать в себя нанесение логотипа партнера на футболки игроков, LED-панели вдоль поля и другие маркетинговые услуги. Но не только люди покупают мемные криптовалюты, а еще и герои мемов покупают обычные криптовалюты. Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский обустроил криптоферму для майнинга биткоина на территории Запорожского завода ферросплавов, используя при этом дешевую электроэнергию. Об этом говорится в сюжете программы «Схемы». В начале года Джорджин Манганес отгрузила в Украину 2,6 тысяч блоков специального оборудования для майнинга фирмы Bitfury общей стоимостью 6 миллионов долларов. Также на Запорожский завод было доставлено 12,5 тысяч блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain еще на 6 миллионов долларов. Журналисты подсчитали, что если все оборудование включить круглосуточно на полную мощность, это может приносить порядка 80 биткоинов в месяц, около 4 миллионов долларов по текущему курсу. Да, ебать его в рот, блядь, втянули на хуй, блядь, блядь, блядь. Всего стоимость завезенного оборудования оценивают в 27,6 миллиона долларов. Компания Мета выпустила свою первую версию метавселенной под названием Horizon Worlds. Компания Мета, бывший Facebook, открыли широкой общественности доступ к своей социальной VR-платформе под названием Horizon Worlds. Над проектом компания работала более двух лет. Доступ открыт жителям США и Канады, которые достигли 18-летнего возраста, могут получить доступ к приложению Horizon Worlds для VR-гарнитуры Oculus бесплатно и без приглашения. В Мета-вселенной пользователи могут создать виртуальную версию себя и при помощи VR-гарнитуры гулять по анимированному миру и взаимодействовать с другими персонажами. Вот еще одна компания от Меты, а именно кошелек Novi, объявили об интеграции в WhatsApp. WhatsApp запустил новый пилотный проект, который позволяет ограниченному количеству людей в США отправлять и получать деньги прямо из чата. Это все благодаря интеграции цифрового кошелька Novi. В качестве валюты используется USDP, это стейблкоин от Paxos. Это сделает отправку денег семье и друзьям такой же простой, как отправка сообщения, заявил глава подразделения Novi Стефан Касрилл. Стоит отметить, что платежи не влияют на шифрование и безопасность WhatsApp, которая по умолчанию используется для всех личных разговоров. На сайте говорится, что нет никаких комиссий, нет никаких ограничений на частоту платежей, а также нет никаких комиссий за поддержание баланса на вашем счете Novi. А платежи переводятся мгновенно. А первая запись в Википедии выставлена на аукционе в виде NFT. Сооснователь Википедии Джимми Уэйлс продаст NFT первой записи, когда-либо сделанной на сайте. Ее выставят на торги в аукционном доме Кристис. Название Lotto – The Birth of Wikipedia, рождение Википедии. На данный момент подали уже 22 заявки, стартовая цена составляет всего 2400 долларов. До конца аукциона осталось 8 дней. Полученный доход переведут на проект VT Social. Победитель не только станет владельцем коллекционного NFT, но и сможет нести любые изменения в запись 2001 года. Кристис планирует, что цена Lotto достигнет 100-150 тысяч фунтов, но а как будет на самом деле, посмотрим. Ну и очередной Криптопанк, на этот раз номер 4156, был продан за 10 миллионов долларов. Неизвестный пользователь купил редкий Криптопанк за 2500 эфиров, что равняется 10 миллионам долларов на маркетплейсе Криптопанк Larvalab. Пользователь сразу же выставил его на продажу за 4156 эфиров. Это 17 миллионов долларов. То есть он выставил его на продажу за то число, которым нумерован этот Криптопанк. Ubisoft планирует запустить собственную NFT-платформу на блокчейне Tezos. Разработчик игр Ubisoft объявил о создании новой NFT-платформы под названием Ubisoft Quartz. На платформе пользователи могут приобретать уникальные NFT-шки под названием Digits, которые можно использовать в игре. Платформа Ubisoft Quartz работает на основе блокчейна Tezos. Первая серия Digits будет представлена 9 декабря для игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. На фоне этих событий токен Tezos подорожал на 30%. На самом деле новость очень крупная, очень крутая. И особенно если учесть какой издатель Ubisoft. Какие игры он производит? Это игры в основном конвейеры. Они превратились в конвейеры. Но серии достаточно знаковые. Это Hearth Recon, о которой уже упоминалось. Это Assassin's Creed. Это раньше был Splinter Cell и Prince of Persia. Также туда входит Far Cry, The Division и Watchdog. Все было бы замечательно, но игроки это не пользователи криптопроектов. Поэтому они не сильно любят говно. И поэтому они задизлайкали трейлер вот этой платформы. Да, YouTube скрыл количество лайков и дизлайков. Но количество дизлайков вот этим видосом через специальный API, все еще можно пока просмотреть, составлял 96% от количества лайков. В общем, люди не сильно одобрительно отнеслись к этой затее. Потому что, зная политику Ubisoft, как они любят монетизировать свои игры любым способом, то, скорее всего, от изначальной концепции NFT там мало что останется. В принципе, комментарии в Reddit, Twitter и YouTube это подтверждают. Вот несколько комментариев. Это просто выкачка денег из серии Hearth Recon. Вы взяли солидную франшизу и сделали ее посмешищем. Я не совсем против использования системы NFT в играх. Например, если она дает цифровую копию, которую можно будет продать другому пользователю. Это на самом деле будущие игры. Я против того, как именно Ubisoft делает это со своими внутриигровыми предметами. Но на самом деле это все просто технические детали. Тут важен сам тренд того, что крупные игроки из игровой индустрии начинают заходить в блокчейн, причем очень плотно. Возможно, это пока не так, как хотелось бы пользователям или вообще это неправильно, но глобальный тренд по заходу больших игроков в блокчейн, в NFT это круто. Вот, кстати, хороший пример сформировавшегося рынка и реакции на него. То есть это игровая индустрия и не сформировавшаяся. Это криптоигровая индустрия NFT и в целом криптомир. То есть в сформировавшемся рынке люди могут высказывать свое недовольство, писать отрицательные рецензии, и компания при достаточном резонансе вынуждена будет прислушаться к людям, потому что она будет терять деньги. В крипте же можно выпустить любую просто... Срань. Любую срань. И люди схавают, потому что никто резонанс не вызывает. Все пока зарабатывают, всем зарабатывается, но... Да, там суть же в том, что никто не играет в игры, все как бы пытаются на этом заработать. А там, где это уже полноценная игровая индустрия, там люди возмущаются, потому что они в это играют, они этим пользуются, они платят за это деньги. А здесь никто не жалуется, потому что просто все хотят заработать на токенах. Но, скорее всего, даже это рано или поздно закончится, и индустрия придет к какому-то общему знаменателю, который похож на то, что есть в других индустриях. То есть людям может не нравиться фильм, там, не знаю, социальная сеть, еще что-то, они могут захейтить или высказать недовольство компании, человеком, фильмом, игрой или чем-то еще, и к ним в итоге прислушаться, если резонанс будет достаточно большой. То есть, там, не продлить сериал на второй сезон, могут отказаться от изначальной затеи, выгнать руководителя, как с Battlefield было недавно. Они убрали текущих руководителей и поставили чуваков, которые раньше серии заправляли. То есть, и сейчас, типа, есть шанс, что игра станет получше, потому что там такой дисбаланс сумасшедший. А я ее предзаказывал. То есть, в крипте ты что-то предзаказал, на CD зашел, оно вышло без иксов, ну, похер всем. То есть, а ты, типа, если еще не просто купил, а предзаказал, то люди настолько активно высказывают свое мнение, хотя, казалось бы, там, ну, сколько там, 50, 60, 100 долларов. То есть, это несоизмеримые цифры, но люди готовы отстаивать фидбэк, что они хотят, что они не хотят. В крипте такого пока, к сожалению, нет. Это была минутка в топчика. Пользователь заплатил 450 тысяч долларов для того, чтобы стать соседом Snoop Dogg. Только не в реальности, а в метаверсии. На прошлой неделе Snoop Dogg начал строить виртуальную версию своего калифорнийского особняка. Особняк рэпера расположен в метавселенной Sandbox. И теперь у Snoop Dogg появился первый сосед. Земельный участок рядом с виртуальной версией поместья Snoop'ов продали почти за 71 тысячу цент. Общая стоимость токенов по текущим ценам составляет около 450 тысяч долларов. В ответ на эту новость рэпер написал в твиттере «Ты станешь моим соседом? Ну, а мог бы реально купить жилье в Калифорнии и стать реальным соседом?» Толба еб... Но все-таки жилье жильем, но метаверс — это тренд. И вот Animoca Brands это хорошо показывает. Их выручка за три квартала составила 530 миллионов долларов. И большая часть их портфеля — это проекты метаверсы. Операторы NFT-игр Animoca Brands заявили, что на конец ноября у них находились цифровые активы на сумму 15.8 миллиардов долларов, что говорит об устойчивом росте их бизнес-подразделений в метавселенной. Прочие доходы компании, включая прибыль от инвестиций и криптовалют, за первые 9 месяцев составили 529 миллионов долларов. К тому же Animoca участвует в различных проектах, связанных с метавселенной, включая Rave Racing, Gaming и Sandbox, в котором Snoop Dogg как раз-таки строит себе особняк. У нас каждую неделю проходит очень много ама в чате, так что если вы вдруг не подписаны на наш чат, то самое время подписаться. Много видосов на YouTube, стримов и так далее выходит. Но что бы мы хотели отдельно отметить, так то, что у нас началась новая рубрика на YouTube — это просто крипта. И там уже вышло два видео — Propolkadot и Web3. И если вы вдруг пропустили, то советуем вам посмотреть. Судя по количеству просмотров и фидбэка, вам реально заходит эта рубрика. Поэтому продолжайте писать в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующее видео. Мы, понятно, что не сможем охватить все темы сразу, но мы будем стараться делать хотя бы одно видео в неделю. Ну и подписывайтесь, если не подписаны, на Telegram, YouTube и Instagram. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok